Так, ну, все равно скажу, всем привет, продолжаем, наконец-таки я все, все закончил, 100%, все, мы можем продолжать, да, опять доскудик, как обычно, будем сейчас добивать все, и, кстати говоря, могу вас обрадовать, и я все-таки, я все ближе к решению к тому, что все-таки записать новую игру, добавить в наше прохождение, чтобы хоть как-то освежиться, так как, ну, как-то все-таки реально вяло все идет, Хотя, конечно, Орвел почти подошел к концу, третий день мы уже наполовину прошли, ну, да ладно И, кстати, внизу в комментариях я напишу вопрос, нужны ли вообще субтитры, так как я их перестал делать уже выпусков 5 или даже уже под десяточку выпуски уже подходят, и ни на одном я не сделал субтитры, нужны ли они? Ну, там, скажите именно, нужны ли, или даже перевод не требуется, все нормально, так понятно, я имею ввиду именно у английских товарищей Я напишу на английском Вот, ладно, все, что хотел сказать, давайте посмотрим, что там Джесси придумала Ты как-то спрашивал у меня про Дженнифер, помнишь? Конечно Я помню Дженнифер, что она узнала У тебя неправиль... я тебе неправильно сказал ее фамилию Ее звали Дженнифер Хэнсон, а не Мэнсон Я перепутала фамилию Ничего страшного Ничего страшного, ничего, мы... так, ясно Дженнифер Хэнсон, блин А вот я что-то уже подзабыл немножко Кто она же такая-то, Дженнифер Хэнсон Надо будет поговорить с Джейком, обсудить А теперь угадай, кто живет по адресу из навигатора Ханны Мама Дженнифер Айрис? Подожди, это Айрис? Мать Дженнифер? Да Смотрите, правильно Откуда ты знаешь ее имя? Выяснилось в ходе расследования Блин, а теперь, блин, карта начинает складываться Ханна Так, Ханна ездила к Айрис Они двое, именно, Дженнифер, точнее, она ездила к Дженнифер К матери Айрис, возможно Они дружили, скорее всего Блин, и может быть, в чем-то замешанность, что могло вынудить маньяка их убить Ну, то, что Дженнифер мертва Ханна похищена Ну, что-то слишком совпадений много Ладно Ого, тебе столько всего удалось разузнать просто невероятно Просто невероятно В общем, я только что поговорила с мамой Дженнифер Оказывается, Ханна тоже была здесь И говорила с ней про ее дочь Дженнифер Я все еще, ну, наш разговор Меня немного расстроил Айрис очень приятная женщина И она так спокойно и собранно говорила про все те ужасы Которые ей довелось пережить Может, позвонишь мне? Так, я поставлю на громкую связь, чтобы было им слышно Да, конечно Слушаем Hey, listen Это было почти 10 лет Ч Thanks for the name of the Ледко Но она никогда не приехала. Голдер looked for her without pause. Until her body was found by an employee of the lumber mill. The police were so sure it was murder. Until the autopsy concluded that Jennifer had injuries which could not have come from an attack on her. It turned out that Jennifer had been hit by a car and that she had died on the side of the crash. I don't know, the driver must not have seen Jennifer on the dark road on the outskirts of Dustwood. And to hush up his crime he buried her deep in the forest so that she may never be found. But here's the weird part about all of this. Of course Elsa asked Hannah about the reason she wanted to visit. Hannah was followed by the same man who also killed Jennifer. But if it wasn't murder, but an accident, why would the same killer be after Hannah 2? What are you doing? знать только, кто эта девушка... Подожди. Ту, кто нашли в лесу. Секунду. Это тело в лесу или её закопали? Её нашли в лесу закопанной. Получается... Блин, что-то я не могу понять. А, ёлочкин кот вспомнил. Да, её же нашли, блин, у могилы. Её, скорее всего, маньяк выкопал и поставил прямо у могилы. Там сказали, что, возможно, чем-то маньяк хочет как-то показать именно свои доводы, почему он это делает. Да, довольно обрывисто у нас всё получается. Не правда ли? Очень всё обрывисто. Давайте продолжим. Должно быть, Ханна как-то замешана в этом деле. Это сто процентов. Я тоже так думаю. Не знаю. Я так... Да, ты так думаешь, но не знаешь. Мне пора возвращаться в Досквуд. Хочу поговорить с полицией. Зачем тебе это? Ну, во-первых, из-за Фила. Ну, тогда там, Фила же посадили. Я вот чё забыл сообщить. Фила-то посадили. Они, по сути, бросили трубку, когда я им позвонила, и адвокат тоже со мной до сих пор не связался. Во-вторых, из-за Дженнифер. Блин, подожди. Дженнифер... Как там её... Какую? Мама Дженнифер. Может, мне удастся узнать больше об этом деле? Кстати, ещё хочу заехать в гараж Роджера. Айрис рассказала мне, что за машина сбила Дженнифер. Это был АМС Гремлин. Кажется, это что-то редкое. Сорянчик, просто я очень не извиняюсь, что иногда делаю паузу. Я просто побоюсь, что опять сейчас зайдут, блин, всё оборвут, как обычно. Это будет самое ужасное видео, которое вообще видел этот мир. Я не могу понять, какого хрена происходит. Мне нормально записать нихрена не дают. Ладно. Тогда автомастерской заправляла ещё мама Ричи. Она вела все счета, плюс автовосторг. На тот момент ещё не открылся, что тоже упрощает дело. Гарас Роджера тогда был единственной автомастерской в Досквуде. Ага, всё ясно. Машину привезли чинить в автомастерскую Ричи после аварии? Подождите. Машину привезли чинить в автомастерскую Ричи после аварии? Если ошиблись, так ошиблись. Да, это тоже возможно. Ну блин, если она знает про то, какая это машина была, то и это была единственная автомастерская, но это сто процентов было так. Ну, максимум они могли его бросить. да, это тоже возможно, но вероятно водитель заезжал в гараж Роджера и до аварии. Получается, его имя должно всплыть в документах. Ну, получается, оба варианта вероятны, но более вероятны, что до аварии. Он мог просто бросить машину, потому что ремонтировать машину полную покрытую кровью и со следами удара, как будто в неё человек, она въехала в человека. Как-то не очень. Но, вероятно, водитель заезжал в гараж Роджера и до аварии. Получается, его имя должно всплыть в документах. Ну, и что самое классное, я как раз работаю секретаршей текущего владельца автомастерской, поэтому у меня есть полный доступ ко всем архивным документам гаража Роджерса. Идеально. А то. Что ж, я тогда поехала. До встречи, Джесси Холмс. Только мы скорее Джесси Ватсоны и Миллер Холмс. Ой, что-то у меня немножко это, мне надо немножечко закопать нос. Опять насморк. Раковая опухоль всей моей жизни. Так, окей. Можем продолжить разговор. Да, я тоже вернулась. самое время. Может, может, Джесси тоже к нам присоединиться. Ну что, ну что, теперь всем разрешено высказывать свое мнение. да, так было всегда. Давай, Еден. Ну что, сейчас он опять будет обсирать Джека. Хорошо, мне теперь все ясно. я облажался с Филом, когда оставил его в Авроре в подвешенном состоянии. Так, опять меня прервались с собаки. Как только я уехал, у меня вдруг сломалась машина. Более того, я ехал домой с предполагаемого свидания с его сестрой. ну вот это, ну это, конечно, будет жестоко, но не. как-то как только, подожди. мне теперь все ясно, я облажался с Филом, когда оставил его в Авроре в подвешенном состоянии. Как только я уехал, у меня вдруг сломалась машина. Более того, я уехал с дома предполагаемого свидания с его сестрой. Ну, во-первых, можно кое-что сказать. Да, он, конечно, может, он 100% о ней заботится, он постоянно пытается ее прикрывать, но, блин, из-за свидания, ну, может быть, ты ему не нравишься, Дэн, но я маловероятно думаю, я очень сомневаюсь, что тебя, блин, подрезали чисто потому, что ты именно просто решил свидание с ней сделать. И даже если это так, хотя это и не так, это не делает из Фила, маньяка. Даже если он такое совершил. Он не связан никак с Ханной. Оставим пока что без ответа. Это еще не все. Ой, сейчас они будут 100% скидывать все на Фила, но я попытаюсь как можно сильнее его защитить, потому что он не убийца, но не убийца он. Я уверен, он не убийца, но уверен на все 100%. Это даже не из-за того, что я Джесси замутил, я понимаю, что если я буду сейчас заводить о Филе даже не из-за этого, если бы все таки он был убийцей, я бы это сделал, она бы это приняла бы. Это еще не все, когда я начала расспрашивать Фила про Ханну, он очень странно отреагировал, стал говорить про Ханну всякие гадости, и вообще от меня как можно скорее избавиться. Ну, учитывая новые обстоятельства, можно понять. Это какие? он сказал, что ты была не особо дружелюбен, дружелюбна. Это мягко скажем, ты, ты, ты буквально, ты даже не наводящие вопросы, ты говорила, ну, ты говорила буквально при всех его, блин, гостях, наводящие вопросы, что он убийца, блин. Еще сильнее губя его бизнес, блин. Я бы тоже бы расположился, если бы меня обвиняли. Я и так не люблю, когда меня обвиняют ни за что. Я бы еще сильнее отреагировал. Справедливо, но я хотела пробить его броню, чтобы вывести на чистую воду. Тем не менее, это не оправдывает его поведение. Эй, я еще не договорил. Да, да, есть еще кое-что. Выкладывай. Фил вчера приходил в больницу. с цветами надеюсь. Ага, если бы. Блин, что-то мне это не нравится. Тогда чего же он хотел? Тогда чего же он хотел? Понятия не имею. Ничего хорошего, это уж точно. Ага, он пришел тебя добить, ага. Сейчас подсыпал тебе что-нибудь в капельницу, и ты сейчас помрешь. через пару часиков. Тьфу-тьфу-тьфу. Он начал расспрашивать про меня у одной из медсестер. Она ему что-нибудь про тебя рассказала? Неа. Что-то слишком много витает. Я не понимаю, к чему ты клонишь. У него нет нормального мотива, Дэн. У тебя нет никаких доказательств его мотивации. У нас есть лишь обрывки информации. У нас нет никаких нормальных доказательств. Это то же самое, если я начну обвинять любого из этих или любого из наших компаний. Даже Томаса, блин, не знаю. Не знаю, Томаса, кого еще там. Ричи, Клео, блин, всех подряд начну обвинять и добавлять лишь какие-то отрывки из его фраз и действий. Но это не прям сильное доказательство, чтобы обвинять его. Я слышал, как он про меня спрашивает. Ты что, прятался от него? Фу, прятался под одеяльцем. Я пытался не попасться ему на глаза. Ладно, не будем, а то я его достаю, не надо. Хотя, конечно, можно было пошутить. Ну, ладно. Погоди-ка, ты что, думаешь, Фил пришел в больницу, чтобы тебе навредить? Ну, он явно не апельсины мне нанес, черт подери. О, нет. Сейчас начнется. Привет, Джейси. Я только что вышла из полицейского участка. Они все знают. Что? Про видео Лилии, про то, что мы вмешались в расследование, что мы прячем улики. Откуда? Что мы сотрудничаем с хакером, объявленным в розыск. А почему нас не повязали? Подожди. Я еще полиция и еще поли... Я еще поли... Тьфу. И еще полиция знает про тебя, Миллер. Ой, бля... Подожди секунду. А какого хрена их не арестовали к хренам? Почему ко мне еще не наведались органы? Какого хрена еще правительства не обведомили? Буквально. Есть элемент, крайне сотрудничающий с хакером, почему ко мне уже не пришла отряд ОМОНа, не ворвался мне в квартиру и не арестовал меня к хренам? Почему нет? Во-вторых, почему всех их не арестовали и не допросили? Вот. Это во-первых. Во-вторых, какого хрена их не арестовали? Вот. По поводу скрытия улик. Какой еще? В-третьих, какого хрена они арестовали тогда Фила? Какого фига они арестовали Фила, а не одного из них опять-таки? Какой это в этом смысл? Они что, не знаю, какие-то вымогатели, они хотят каким-то образом надавить на одного из них, чтобы он признался, типа, мы держим твоего брата в тюрьме? Непонятно. Это очень, очень плохо. А тридц как плохо. Просто спасибо. Ну, я уверен, я уверен, это не Фил. Ну, все, с Фила все обвинения пропадают. Фил вообще не знал про хакера, он не был в наших переписках, он ничего знать не мог, вообще. Потому что мы прослушаем переписки Джесси. Джесси ни разу не упоминала про хакера, потому что она про него большую часть времени не знала. Все, значит, Фил все уходит. Кто тебе это сказал, Джесси? С кем ты говорила? С начальником полиции, его зовут Алан Блумгейт. И что все это значит? Полиция и нас подозревает? С чего бы нас подозревать, Томас? С того, что мы препятствуем правосудию. С того, что мы препятствуем правосудию. Он ничего такого не говорил. Да нет, мы же просто помочь хотели. Полиции должно быть это известно. Хотя вот и доказательства, почему они могли нас не убить. Может быть они видят наши, может они все таки обнаружили наши успехи и решили. Ну пускай детишки что-то расследуют, у нас с места ничего не двигается, мы не можем ничего найти, то может они хоть что-то выкопают. А когда надо мы их придержим. Типа так что-ли? Мы типа их собачки? Может пора оставить это дело настоящим следователям? Ты серьезно сейчас? А вот тут да. Это настоящие эти настоящие следователи только что арестовали Фила. Они считают, что он виновен. Что он виновен. Но это верно. А что если он правда виновен? Уверен, у них была причина его арестовать Джесси. Вот только эта причина никоим образом не подтверждает его вины. Ты о чем? так она узнала причину почему арестовали. Окей, что? Я знаю, что кто-то из вас дал показания против Фила. Ват? Начальник полиции так сказал. Чего? Кто мог так поступить? А вот теперь мне что-то... Ричи, мои подозрения к тебе еще больше. Что ты так сразу начал реагировать резко? Как будто отводишь от себя подозрения. В чем именно заключаются показания? Да, блин, в чем именно они могут заключаться? Этого я тоже не знаю. Не хочу с вами ссориться. Правда. Но прошу, поймите, я обязана узнать, кто свидетельствовал против Фила в полиции. конечно, Джесси. Нам всем хотелось бы это знать. Кто мог дать показания? Клео? Клео, может это была ты? Я? Я? ты хотела пробраться в подвал к Филу. Зачем? Хотела его подставить? Хотела его подставить? Неужели ты серьезно? Ты всегда ему не доверяла. Я не понимаю. Так, раскидываться обвинениями давайте не будем, мы все равно не узнаем, кто ты сделал. Все из-за того, что он сморозил какую-то глупость про Ханну. Так что ли? А вот сказать или не сказать про это? Давайте не будем, я не буду, я отмолчу из товарищей. Я молчу. Все, нейтралитет, товарищ, все, я ухожу. До свидания и всем пока. И потому, что Фил звонил Ханне ровно в тот день, когда она исчезла. Кто это сказал? Миллер? Да, это действительно так. Но тут уже отверчиваться бесполезно. Вы обсуждали Фила? Как подозреваемого? Более того, у нас есть отдельный чат именно для этого. только из-за Клео с Томасом. Ну, их предположение. Почему ты мне ничего не сказал, Миллер? Потому, что я не думаю, что Ханну похитил Фил. Джесси, это я все это начал. Злись на меня, а не на остальных. Она сейчас выйдет в оффлайн? Блин, прям предсказал. Вот черт. И что нам теперь делать? Никрена непонятно. К тому так, к чему такой вопрос? Все же идет отлично. К чему такой вопрос? Все же идет отлично. Можно теперь просто расслабиться и ждать, пока Фил во всем сознается и расскажет, где Ханна. я так делать точно не стану. Даже если Фил виновен, нам нужны доказательства. Это верно. Ну, я больше по этому поводу ничего не скажу. надеюсь, что Джесси снова придет в себя когда-нибудь. А вот и подслужка. Джесси, пожалуйста, не злись. Мы все это затеяли не потому, что мы против тебя или Фила. Пожалуйста, вернись в сеть, давай поговорим. О, она вернулась. Спасибо. зря ты к ней пришел, взрывоопасна. Ядрить. Это твоих рук дело, не так ли? Ты дал полиции показания против Фила. А вот в этом я подозреваю. Может, он и сделал. Что? Нет. Разумеется, нет. Ты сам сказал, что все это начал. Да, но я не то имел ввиду. Что-то мне это не нравится. Джесси, помнишь, как на автомастерской появилась метка? Появилась метка. Прямо перед этим я переписывался с Филом, и он сказал кое-что странное. и поэтому ты решил, что это Фил нарисовал метку. Ну, типа того. Но я не давал против него никаких показаний. Я тебе не верю. Что-то мне кажется, что сейчас она со всеми рассорится к фигам. Джесси, ты же меня знаешь. Мне так больше не кажется. я увольняюсь ядрить и не надо так шутить. Я не шучу. Завтра с утра первым делом заберу свои вещи из автомастерской. Ешки. А это что? Покажите отправить хакеру. Томас, Клео и Ханна. Точнее Лили. Дэн. Я закончил с твоей машиной. Наконец-то. Зуб даю парни с автоварстро автовосторг авто автобасторга управились бы в два раз быстрее. Ну, это было не так просто. Не так-то просто. Да я шучу, ты чего? Итак, каков твой вердикт? В общем, можно с уверенностью сказать, что с машиной все было в порядке. Никто с ней ничего не делал. Ничего не было сломано специально. Авария произошла исключительно по твоей вине. Уверен, ты ошибаешься. Этого просто не может быть. но это правда. Ты абсолютно уверен? Да. Суперски. На все сто процентов? На все тысячу процентов? Ну, ладно, тогда. М-м-м-м-м-м. Прости. как-то так. Кто следующий? О! Кто вернулся? Я все прочитал. Добро пожаловать обратно. вернемся к работе. Ну что ж, вернемся к работе. Я много всего пропустил. Кажется, группа начинает потихоньку распадаться Я боюсь, что мне придется выбирать сторону Это точно, мы между двух огней Да, я понимаю Но в такой ситуации есть и плюс Можно одновременно увидеть две противоположные точки зрения Но тут я согласен Сложность в том, чтобы сохранить свою беспристрастность Беспристрастность Ну и в том, чтобы никто не вышел из группы на совсем А теперь еще и полиция про нас все знает Мда Но судя по всему, полицейские не собираются действовать против нас Иначе уже бы это сделали Но это верно Так что не переживай на этот счет Но тут верно Переживать не на что Они давно бы нас уже прикрыли Должен признать Этот арест меня очень и очень удивил Думаю, Фил тоже совсем не ожидал ареста Я согласен Должно быть, полиция уже давно ведет расследование на нескольких уровнях К которым у нас нет доступа По всей видимости, атмосфера чата сильно повлияла на наши ожидания от полиции С другой стороны Мы пока не можем точно сказать Оправдан ли арест Я думаю, у обеих сторон пока недостаточно доказательств Я должен узнать, кто дал показания против Фила Да, кому выгодно утаивать сведения о Филе от всех остальных участников группы Тому, кто на самом деле является преступником Это правда так Как бы то ни было, вряд ли стоит рассчитывать, что мы скоро узнаем, кто дал показания Я видел, что вы с Филом довольно долго беседовали Если честно, мне сложно сделать какие-либо выводы на основании вашего разговора Но важен сам факт того, что вам удалось поговорить прямо перед самым арестом Фила Я видел, что вы пометили имя Аллан в списке телефонных разговоров Анны И теперь я знаю, кто это был Это начальник доскутской полиции Подожди, как он там сказал? Как там его назвали? Подожди Подожди, его Аллан Бейкер или как? Как интересно Подожди, Аллан Как там его назвали? Блин, я уже забыл Иногда я что-то запоминаю, но иногда нихрена не запоминаю Получается, Хана связывалась с полицией незадолго до своего исчезновения Возможно, ей нужна была помощь Или она хотела в чем-то сознаться Но их разговор был достаточно коротким Верно подмечено Ну да, для сознания очень маловато Да и для того, чтобы попросить помощь тоже Значит, у нее бы просто не хватило времени, чтобы дать показания Мне бы хотелось связать этот факт с нашей последней зацепкой, несмотря ни на что Ты же хочешь и дальше заниматься расследованием, так ведь? Конечно, хочу Тут в Абраде можно даже вопрос задать Мы подобрались к Хане ближе, чем когда-либо Это верно, мы буквально в шаге от нее Да, Миллер, это так Нам осталось лишь узнать Мы скоро узнаем и мотив убийцы И узнаем про эту аварию Мы скоро сможем узнать Мы знаем, что Ханна нашла браслет в ломбарде Этот факт может помочь нам значительно продвинуться в деле Я тоже об этом подумал Мы можем узнать, кто изначально сдал браслет в ломбард Верно Мне досадно, что я не подумал об этом раньше Более того, этот факт может сообщить Нам еще кое-что важное О человеке, сдавшем браслет Обычно, если человек сдает вещь в ломбард Подразумевается, что он за ней еще вернется Получается, этот человек был эмоционально привязан к браслету Но тут только этот вариант Да, скорее всего Нам нужно узнать, кто сдал браслет в ломбард Уверен, ты понимаешь, что это задание для тебя Ну что ж, за работу Спросить его Ты удалил электронные письма Ханны, так ведь? Ты удалил электронные письма Ханны, так ведь? Да Да Ну а теперь ты наверняка понимаешь, почему мне пришлось это сделать Да, думаю, понимаю Тебе никогда не кажется, что мы слишком далеко зашли? Ну, честно говоря, тут это глупый вопрос Когда речь идет о человеческой жизни, далеко зайти не получится Как говорится, лучше пожертвовать одним, чтобы спасить другого Или пожертвовать одним, чтобы спасти многих Как далеко можно зайти, если речь идет о человеческой жизни? У меня нет ответа на этот вопрос А у тебя Миллер Я начал сомневаться в себе, потому что мне кажется, что мы вот-вот перейдем к черту Миллер? О! Ёб твою Подожди Кажись, это конец главы Идеальное место для концовки Тут и остановимся, идеально Идеально И как раз прям еще и идеальная фоточка для превью Отлично Ну что ж, товарищи На этом крайне-крайне неприятном знаке мы остановимся Это очень и очень плохо Вот это сообщение было инсобоносным, судьбоносным Мне кажется, или мы уже перешли черту И маньяк уже показывает, что он готов Подожди Тот раз была ворона И тот раз была ворона Но подожди-ка А почему он сначала не нарисовал ворону и не напал на Джесси? Зачем? Это не по легенде Как-то странно А почему на Ричи не напали прямо перед появлением вороны? Тоже вопрос-вопрос Ладно, куча всяких недомолвок Непонятно ни хрена Посмотрим, куда все зайдет Буду надеяться, вам понравилось Ставьте лайки, пишите комментарии С предложениями новых игр буду рад об них узнать Пишите мнение о видео И, кстати, напишите под комментарием Нужны ли субтитры Добавляйте, ну, именно, английский Англичане, кто на английском говорит Ой, извиняюсь Прошу прощения Кто говорит на английском, нужны ли вам субтитры Или вы сами можете понимать Что я говорю, большинство из вас Тех англичан, кто меня смотрит Вот Там в комментарии Я добавлю именно субтитры к этому видеоролику Лишь к нему Посмотрим, как будет Спасибо вам за просмотр Не забывайте еще, кстати, заглядывать в описание Там будет ссылочка на мой дискорд сервер И на дискорд сервер по доки-доки Буду рад вас там видеть И Не забывайте жать на кнопочку подписаться На колокольчик Так вы о новых видео узнаете И пополните нашу маленькую, но крепкую семью И с вами я, конечно же, не прощаюсь Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok